МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда Ларо Фрис отчитывался лет пять назад, Единственная Россия хлопает ему. Говорю, вы за что хлопаете ему? Украину проиграли, Белоруссию проиграли, Ближний Восток проиграли, В Среднюю Азию проиграли. Где выигрыш? Назовите мне. Где выигрыш? Несколько гробов из Сирии привезли. Там правильно мы наводили порядок. Но это же не такая уж такая бешеная победа. И в основном дипломаты. Они проигрывают, потом солдаты должны за них все решать. Сегодня в программе. Земский доктор, учитель и работник культуры. ЛДПР за то, чтобы уравнять в правах на льготы всю сельскую интеллигенцию. Депутаты ЛДПР предлагали снять ограничения по возрасту для привлечения такого рода специалистов. Председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко в рубрике «Слово депутата». Все законы и поправки, облегчающие жизнь граждан, должны быть поддержаны и приняты. И все же касается конкретных граждан, связанных с ипотекой или с квартплатой. Владимир Жириновский об инициативах фракции ЛДПР в рубрике «Законопроекты». Будущее зависит от выбора. Когда через 20 лет вы станете всем взрослым, мир изменится. Московская международная выставка «Образование и карьера-2019» в рубрике «Панорама». Армия России. Непростая выставка в Госдуме. Трофей с поля брони в Сирии. Прямо сейчас. В главной теме. В Госдуме прошла выставка «Армия России». Экспозиция состояла из двух частей. Интерактивная выставка по современным видам и родам войск. Вторая часть, посвященная трофейному оружию, захваченному у террористов во время сирийской операции. Также организаторами была представлена галерея с фотографиями, показывающими деятельность российских военных в Сирии. Мы лично раз убедились, что в Сирии шла Третья мировая война. Ибо техника от всех стран мира, боевики с многих стран мира, и войска НАТО, США, Россия, ну все практически вооруженные силы, Иран, Турция и так далее. Мы вовольче увидели. Не очень много современных видов, так сказать, там и в авиации, и стрелковое оружие. Очень поразило, конечно, то, что по линии ООН доставляли строительные питания, медикаменты для беженцев, для лиц, оказавшихся в лагерях, а попало все в руки боевиков. Лидер ЛДПР отметил, что особенно неприятно было увидеть образцы оружия советского производства, захваченного у террористов Сирии. Это оружие поставляли боевикам из стран бывшего Варшавского договора. Теперь, к сожалению, большинство из этих некогда дружественных нам государств в НАТО. Мы их, современные армии, создали, вооружили их, опять же, зарабатывают на том, что поставляют оружие в горячие точки, и там из этого оружия убивают, возможно, в том числе и наших военнослужащих. Владимир Жириновский сообщил журналистам, что в качестве передвижной выставки по всей стране Министерством обороны отправлен большой железнодорожный эшелон полный военных трофеев, захваченных нашей армией во время сирийской кампании. И жители многих городков и малых станций жалуются, что поезд у них стоял меньше, чем, допустим, на системе станции. Огромный интерес. Сотни тысяч людей, миллионы увидят. Это от Крыма до Владивостока пройдет поезд. А мы сегодня здесь, в Государственной Думе, увидели многие образцы этой техники, которая воевала и убивала, к сожалению, в Сирии последние пять лет. Вскоре после начала выставки впервые в Госдуме прошло открытое заседание Комитета по обороне. На заседании присутствовали все лидеры фракции. С докладом выступил министр обороны России Сергей Шойгу. Нас радует то, что боеспособность вооруженных сил России на самом высоком уровне и обеспечивает нашу полную безопасность на ближайшие десятилетия. В этом плане мы можем спать спокойно. И отношения между армией, населением, депутатами и верховной властью на самом хорошем уровне. Жизнь в сельской местности тяжелее, чем в городе. Этот факт не оспаривает никто. Село — это тяжелый труд. Меньший доступ ко всякого рода культурным ценностям, будь то музей, филармония или простой кинотеатр. Не проще дело обстоит и с современными коммуникациями, интернет или телефонная связь. Именно поэтому для жителей села предусмотрен целый список льгот и выплат. О предложениях ЛДПР в сфере льгот для сельских пенсионеров и специалистов рассказал Алексей Диденко, председатель Комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Еще до поднятия пенсионного возраста Федеральный закон о страховых пенсиях предусматривал 25-процентную надбавку для наших граждан, которые 30 лет работали в сельском хозяйстве и проживают в сельской местности. Это привело к тому, что некоторые пенсионные фонды начали расценивать эту норму, что в случае, если по прошествии этого времени и выработке необходимого стажа человек переехал из села в город, он лишается этой надбавки в 25% к своей пенсии. Во фракции ЛДПР считают подобное положение дел совершенно недопустимым и несправедливым. Человек, отработавший в сельском хозяйстве 30 лет, вне зависимости от своего дальнейшего места проживания, должен сохранять надбавку к пенсии. Это позволит нашим гражданам, которые уже сегодня имеют право на получение соответствующей надбавки, безбоязненно и спокойно переезжать из села в город, потому что, понятно, люди пожилые, очень часто в деревне им тяжело проживать, связанные с отоплением неблагоустроенного жилья, как правило, это частные домовладения, деревянные строения. Это, опять же, таскать тяжелый уголь или тяжелые дрова, они везде у нас есть газ, поэтому совершенно понятно стремление наших пожилых соотечественников старость встретить в благоустроенном жилье, в малых городах или в больших городах, или переехать к детям. И совершенно очевидно, что это не должно быть по юридическим основаниям для лишения заработанной, заслуженной, тяжелейшим физическим трудом пенсии. Также ЛДПР предлагает стимулировать граждан для переезда из городов в деревню. Это прежде всего педагоги, работники культуры и медицинские работники. Сейчас существует программа «Земский доктор» с подъемными для молодых врачей в 1 миллион рублей. Распространена эта мера после послания президента будет и на учителей, переехавших на село. Но коснутся эти меры, к сожалению, только молодых специалистов. Депутаты ЛДПР предлагали снять ограничения по возрасту для привлечения такого рода специалистов. То есть сегодня это касается только молодых специалистов. Мы же наоборот предложили, чтобы приходили и учителя, и медики, и медицинские работники и среднего возраста, и, что немаловажно, и пожилые, которые наоборот, может быть, хотят, всю жизнь прожили в городе, а старые свою хотят встретить в экологической, чистой сельской местности. Поэтому наше предложение, наши поправки – снять предельный возраст для применения программы «Земский доктор» и «Земский учитель». Также мы предлагаем распространить эту практику и на работников культуры. На этой пленарной неделе фракция ЛДПР поддержала ряд законов, касающихся многодетных семей и малого бизнеса. Позиция Жириновского лаконична. Все законы и поправки, облегчающие жизнь граждан, должны быть поддержаны и приняты. Сегодня ряд социальных законов. Мы снижаем налоги на многодетных. За каждого ребенка в городе ему 5 метров убираем, на селе 7 метров и так далее. То есть мы поддержим любые законы, которые облегчают жизнь наших граждан. Или это предприниматели, им там убирают бюрократические решетки, чтобы они по факту платили налоги, не давали там какой-то аванс вперед. Это мы готовы поддержать. То есть улучшение самочувствия для наших предпринимателей и все же касается конкретных граждан, связанное с ипотекой или с квартплатой. Фракция ЛДПР выступила с предложением не признавать результатов выборов на Украине, второй тур которых, как известно, пройдет 21 апреля. Голосование по предложению ЛДПР пройдет на охотном ряду сразу после каникул 15 мая. Мы исходим из двух главных аргументов. Что миллионы жителей Украины лишены были прав голосовать. Особенно за границей. В России, Польше около 10 миллионов за границей. Они сами не знают точно. 7-10 миллионов. А проголосовало 45 тысяч. Позор. И второе, то, что за последние 5 лет они плевали на нас, чернили, оскорбляли, заставляли отпечатки пальцев сдавать при переходе пограничные пункты Украины. Запрещали мужчинам приезжать вообще на Украину в самом таком возрасте с 18 до 60 лет. И многие-многие литературу русскую запрещают, русский язык запрещают, артисты, спортсмены. И разорвали перед всем миром. Порошенко порвал договор о дружбе. Со вчерашнего дня у нас нет договора о дружбе. Об этом говорила ЛДПР 20 лет назад. Мы говорили. 20 лет мы говорили. Вот прозорливость ЛДПР. А остальные поддержали артификацию. А через 21 год Порошенко порвал этот договор. Мы же могли, мы давали легкий вариант. Не ратифицировать. Чисто, красиво. А мы ратифицировали. Получили кучу негатива из-за отношений. Погибли десятки тысяч людей. Их пытали и договор разорвали. Ну вот цена политической партии. Во фракции ЛДПР уверены, сейчас, после ликвидации договора о дружбе со стороны Украины, ситуация автоматически возвращается в 97-й год прошлого века. И никакие более поздние договоры с Украиной не действительны. У нас нет границ с Украиной. И любое движение русской армии не будет означать агрессию. Ибо границ нет. Давайте заключать новый договор. Уже 100% без Крыма, Донбасса и Луганска. Но, наверное, вся юго-восточная Украина должна отойти к России. Только при этих условиях западная Украина сможет вступить в Евросоюз и в НАТО. Упомянул Владимир Вольфович о грубом выпаде представителя проигравшей партии в адрес избранного мэра города от ЛДПР в Усть-Илимске. Пусть Илимский победил наш кандидат Анна Щекина. Почитайте, какой гадостью разразился проигравший, в любом случае, представитель Единой России и штаба. Ну это что такое? В Волгограде назвали всех алкашами, тунеядцами. В Иркутской области все русские, получается, дебилы. Это правящая партия. А Франц Линцевич говорит, что там собрались самые лучшие люди России. Вот это вот лучшие люди. Расскорбляют весь наш народ. Позор! Владимир Жириновский посетил Московскую международную выставку «Образование и карьера-2019». Лидер ЛДПР пообщался со школьниками и абитуриентами, пожелав им всегда стремиться к новым знаниям. Это самая лучшая выставка, которая может быть только организована не только в нашей стране, но и во всем мире. Потому что это путь во взрослую жизнь. Это ваша будущая профессия, ваши друзья, ваши мужья и жены, ваши дети. И от того, сколько знаний вы приобретете для себя, тогда ваша жизнь будет более радостной, насыщенной. Вам будет чем гордиться. На выставке представлены стенды ведущих вузов, академий и институтов Москвы и Московской области. Среди них стенд Института мировых цивилизаций, основателем которого является председатель ЛДПР. ИМЦ готов помочь студентам решить проблему с жильем, поскольку проживание в общежитии вуза – самое дешевое в Москве. Мы с вами переходим в новую историю. Кончается эпоха. Вот то, что сегодня это заканчивается. Когда через 20 лет вы станете всем взрослым, мир изменится. Будет другая демократия, экономика, другие границы, может быть, другая экономия. И как вы это все встретите? Кем вы будете? Внизу, где-то бомжевать, ждать тарелку супа, как гуманитарная помощь. Или вы будете сами все делать, гордиться своей профессией. У вас будет хорошее жилище, все у вас будет. Это сегодня вы закладываете. Образование – главная ценность в жизни человека, отметил Жириновский. Без образования и багажа необходимых знаний человек не сможет получить хорошую работу, сделать карьеру и стать счастливым. Надо мечтать детям Орлиного племени. Есть воля и сила у вас, чтобы стать героями нашего времени.